В Люберцах действует Для того, чтобы семья получила возможность участвовать в данной программе, ей необходимо обратиться в управление имущества и земельного контроля администрации города Люберц, который расположен на улице Кирова, дом 53. Там можно зайти, например, кабинет 1. Приемные дни – это понедельник, четверг с 10 до 17 часов, обед с часу до 2. Там сидят специалисты, которые проконсультируют, дадут необходимый перечень документов, которые стоит собрать для того, чтобы включиться в данную программу. Участницей программы может быть молодая семья, в том числе и неполная, состоящая из одного молодого родителя, и одного, и более детей. Критерии отбора следующие. Прежде всего, возраст каждого из супругов, либо одного родителя, если семья неполная, не должен превышать 35 лет на день принятия органом исполнительной власти решения о включении молодой семьи в список претендентов на получение социальной выплаты. Семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. В соответствии с требованиями регионального законодательства и решением Совета депутатов города Люберца, для того, чтобы признать семью нуждающейся, на каждого члена семьи должно приходиться не более 10 квадратных метров жилой площади, общей площади, если она проживает в квартире. Общей площади, да. И, соответственно, если она проживает в коммунальной квартире, не более 12 квадратных метров. И еще одно из условий включения в программу. Семья должна проживать в Московской области и хотя бы один из супругов быть зарегистрированным в городе Люберце. Перечень документов, которые необходимо представить, это следующий. Это, безусловно, удостоверение личности, а также подтверждение, свидетельство, если есть дети, свидетельство о рождении детей, свидетельство о заключении брака или его расторжение в случае, если семья неполная. Кроме того, выписка из БТИ, справка из Единого государственного реестра про собственности, о наличии прав собственности, потому что учитываются все права собственности, которые есть. Также непременные условия включения молодой семьи в программу, наличие у нее доходов, позволяющих получить кредит или иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной стоимости жилья. Поясню. Мы предоставляем социальную выплату, то есть государство представляет социальную выплату, которая составляет порядка 30-35% от стоимости жилья. То есть оставшиеся 70%, 65-70% выплачивает сама молодая семья. И, соответственно, должно быть подтверждение о том, что данные средства у семьи есть. Это может быть заключение банка о том, что он может предоставить кредит ипотечный, в том числе кредит молодой семье. Также может быть выписка из банка о том, что на счетах на лицевых у семьи есть такие средства. Также это может быть оценка объектов недвижимого имущества или заключение о рыночной стоимости недвижимости, находящейся в собственности членов молодой семьи. Получение социальной выплаты в размере 30-35% от стоимости жилья помогает снизить расходы молодой семьи на покупку квартиры или строительство дома практически на треть. За годы действия программы с 2006-го семь молодых семей стали обладателями свидетельства на получение социальной выплаты для улучшения жилищных условий. Иная динамика наблюдается в этом плане по многодетным семьям. Для того, чтобы улучшить свои жилищные условия, такая семья должна быть признана не только нуждающейся в большем количестве квадратных метров, но и малоимущей. Не просто учитываются все доходы, которые семья получает на каждого члена семьи, также все имущество, движимое и недвижимое, которое оно имеет по оценочной стоимости, оценка проводится, суммируется, вычитаются минимальные доходы, расходы и, как следствие, выходим на норму. Если норма по установленным решениям Совета депутатов в городе Любовицы, 7138 рублей. Если меньше данной нормы, то семья признается малоимущей. Требования по метражу все те же. На каждого члена семьи должно приходиться не более 10 квадратных метров общей площади, если семья проживает в отдельной квартире, и если в коммунальной, то не более 12 квадратных метров на одного члена семьи. И если семья подходит под все необходимые критерии, она становится на очередь. В рамках общей очереди 43 многодетных семьи за последние три года улучшили свои жилищные условия. Остается добавить, что всего на общей очереди стоят 1255 семей. Елена Михайлова, Сергей Балихин, Люберецкое районное телевидение.